здравствуйте друзья у нас тут вопрос здравствуйте михаил хочу сменить фамилию при принятии гражданства сша я как-то про это заикнулся при разговоре с отцом и он очень обиделся и тут я задумался ведь я в каком-то смысле вычеркнуть себя из родства это может оскорбить чувства родственников и родителей а также выбрав другую фамилию якобы припишу себя чужому семейству к которому я не имею никакого отношения так ли хороша эта затея порассуждать пожалуйста на эту тему буду очень признателен интересно ваше мнение ну а чё порассуждаем конечно чего не порассуждать давайте начнем с того что вообще в эмиграции люди частенько меняют имя фамилию для того чтобы другим людям было проще с ними общаться в такой стране например как соединенные штаты вы не напряжете очень сильно тех кто с вами общается просто потому что американцы ну так воспитаны и такая традиция что они очень старательно выучивают в изобревают и так старательно произносят то есть они не начинают к вам хуже относиться или они говорят вот это твою мать вот какое имя человека там совсем уже охренел поменял бы давно ведь вот такого нет поэтому здесь относительно комфортно можно ходить со своим собственным именем ничего такого тут нет но бывает что неудобно это на самом деле просто неудобно когда ты по телефону с кем-то говоришь там appointment и назначаешь и так далее на работе тоже там поэтому многие люди это делают просто для того чтобы как бы сделать удобнее для других людей общение с ними я могу сказать что например китайцы очень охотно меняют имена но очень и очень охотно не 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 фамилию а именно имя очень трудно увидеть вот так скажем китайцы вот она там где мы работаем вот здесь в это самое войти например чтобы китаец там был вот с таким-то оригинальным китайским именем они обычно вот там или джима или там сэма или там все майклы там все что угодно не меняют имена практически это очень редко встретить люди которые приезжают из индии и я так понимаю что это связано с религией из традиции и то есть там имя много значит и он он будет находить вот со своим там чего у него есть но менять не станет хотя я видел например некоторых ребят из индии которые много работают с американцами и они каком-то бизнесе вот если ты в бизнесе то ты уже будешь и майклом и сэмом и и там не знаю там кем еще эндрю просто потому что ты пытаешься это сделать более удобным для других людей я как-то помню вот много лет но немного там 12 лет назад я был в москве и там со своими там друзьями встречался они как раз каком-то там бизнесе и я вдруг сказал что очень много вот людей в америке ходят там с крестиком и они мне год ты понимаешь какая история если ты в бизнесе говорят они то ты в москве не будешь ходить с крестиком и ты не будешь ходить с там полумесяцем и ты не будешь ходить со звездой давида потому что ты в бизнесе и ты не хочешь никого оттолкнуть это не хочешь принести какие-то религиозные или там политические элементы в бизнес пойти вот вот мои друзья мне так сказать да я не знаю может быть есть люди с другим мнением там я не знаю поэтому вот здесь то же самое ты хочешь облегчить свой бизнес ты хочешь чтобы было проще вот собственно так и так получилось и если мы например ну индуизм мне как бы совсем там не незнакомая религия но так мир в иудаизме имя человека значит безумно много безумно много вот ты родился тебе дали имя вот и так будешь жить вот это твоя жизнь эти так что есть известная такая книжечка если вы когда-нибудь там может захотеть почитать не в небольшая значит там был такой джабез я читал на английском поэтому я уж так по английски был такой джабез который когда он родился его мать очень физическую боль переносила испытывала и вот она назвала джабез боль и он человек родился с этим именем джабез и вот этот джабез он взмолился обратился к господу господь услышал его молитву и дал его фактически другую жизнь то есть бы настолько имя мать и определяет вы можете посмотреть например какие то есть религиозные там группы я не не вникают насколько они большие там или маленькие но например там если папа там был джон а сын у него смес то дальше они все подряд там 20 поколений будут джон смес джон смес будут вот так чередоваться у евреев например принято было давать имя ребенку такое как у недавно умершего родственника чтобы душа этого человека которая вот освободилась то чтобы эта душа имела куда переселиться и тогда поэтому понимаете иногда имя это это без бесконечно важно и ты не хочешь имя просто так менять то есть это это все зависит от твоих убеждений поэтому скажем отец там менял не хочет чтобы сын менял фамилию даже не знаю что сказать у меня например в семье такая была история когда отец женился это было где-то в гарнизоне и но вот эта женщина которая там была это где-то было так сказать вдалеке от большого города там вот она сидела на регистрации и она не смогла взять женский род от фамилии портной то есть отец был портной фамилия и дед был портной и и и прадед был портной но вот она не смогла взять женский род или маме написала леди свео браке написала вместо портная написала портного ну и все вот она так было портного потом родился мой брат и но надо как-то записать получается два варианта ну вот так как бы будет более благозлучно брать портнов они живут там москве то ну портнов потом родился я опять портнов значит и отец говорит а что ж такое я один портной пошел поменял фамилию на портнов значит хотя это ему не не то чтобы ему это зачем-то было нужно понимаете его уже было слава богу тогда наверно лет там 40 и но я пошел поменял ну чтобы быть как все а то получается вот и и он абсолютно никаких не имела мысли о том что вот отец скажет или там отец не как-то это все было очень когда была война вторая мировая когда разбросала людей пойти разрушить разрушилась местечко раскидала кого на урал кого там значит я не знаю там еще куда в эвакуацию и и на фронтах то же самое был я не знаю как они слышали или нет было постановление там цикарь знаете когда люди имели ордена и медали во время войны после войны им полагалось некоторые денежка допустим у тебя есть там сколько-то вот наград и ты значит 1 месяц ее штаб кассу и тебе дают какую-то денежку там 20 копеек за это рубль зато и вот было постановление цикарь не не цепляться к расхождению в именах в наградных документах к людям значит которые не не так сказать коренной национальности знаете потому что там и люди с мусульманскими именами с еврейскими именами и там еще какими у них там 10 наградных документов все все написаны в полевых условиях там на 10 разных имен быть получаешь как бы непонятно где кто чего поэтому очень многие меняли просто для удобства то есть когда вот так столкнулись разные как бы культуры одна была доминирующая под нее подстроились все это просто вопрос удобства поэтому если ваш отец конкретно болезненно переживает то вы должны для себя как-то решить это то есть вы может быть в этом видите не больше чем удобства а он может в этом видеть какое-то вот я не знаю там рот там я не могу сказать что в каком-то смысле например меня это напрягает или беспокоит потому что я не вырос в той традиции то есть я понимаю что она есть но я не вижу в этом чего-то такого вот я не знаю потом знаете еще что бывает вот теперь там девушка выходит замуж берет фамилию мужа и когда я был ну скажем пацаном если женщина выходил девушка выходила замуж и не брала фамилию мужа но это я не знаю это было очень редко сразу а почему то есть что случилось как такое могло произойти потому что в этом был какой-то элемент ну я не знаю коммитмента женились один раз значит это на всю жизнь а не то что там может через три месяца разведусь через три года такой фамилию не менять я не знаю но для кого-то для кого-то это было абсолютно немыслимым чтобы девушка вдруг не взяла фамилию мужа это как очень возможно такое вот а сейчас я это все чаще и чаще вижу и я не вижу чтобы допустим мужики там сильно возражали это какой-то такой ну я не хочу сказать пережиток но это какое-то наследство вот такого мира который уходит от нас прошлое мира где вот все было вот понятно просто это было так а это было так а это было вот так а если ты не так как тогда ты вообще там я не знаю враг не сын не брат знать тебя не хотим там и так далее развод и девичью фамилию быть я я понимаю почему как бы у вас с отцом как бы немножко по-разному разошлось уже отец он другого поколения и в том поколении этому уделялось больше внимания если бы вы еще с дедушкой поговорили может быть дедушка бы еще больше удивился или там огорчился может быть я не так сильно на это обращаю внимание плюс у меня девочка у девочки и девочки то есть я как бы у меня нет такого что вот мою фамилию там кто-то сохранил я чистого не вижу ничего такой своей фамилии чтобы надо было как-то сохранять когда мы говорим про роды про роды он же не по фамилии род там есть какая-то генетика есть какая-то энергетика там есть я не знаю там не хочу уходить такие-то понятия как древо жизни там еще что есть что то так и это что-то не зависит от того как назвали честно вот я я не вижу ну есть люди которые видят если для которых важно для которых ритуал как бы очень важен я в этом не вижу ничего кроме ритуалу фамилия вот там живет так что мое отношение такое и дело не в моем личном отношении но просто вот я рассказываю что в соединенных штатах есть разные группы этнические которые по-разному относятся одни охотно и без всяких вообще на каких-то вот таких переживаний меняют при этом они своих детей водят в китайские школы ведь там воскресные чтобы они язык поддерживать то есть не то что они хоть на хоть на копейку отказываются от своего таскать китайства и хотят стать белыми там или типа белыми не спонтом белыми ни в коем ни в коем случае они хотя они сах они уважают свою культуру они очень высоко ее ценят они хотят чтобы дети эту культуру перенимали и так далее вы чё не ни в коем случае но с точки зрения имени никакой значения иметь то есть вот для них а для а для индусов имеет вот он там так и будет ширине васом там или чем угодно кем угодно он он не будет это ну как бы я я еще скажу что я вижу очень много имен когда в дайсе шурую а я каждый день практически в дайсе помогаю нашим выпускникам посмотреть где они как они спозиционированы относительно других людей на рынке это я по всей стране шурую мне в онлайн классе много народу там и так далее и я хочу сказать вот там идут индийские имена и я не вижу чтобы там скажем индийское имя было там с первым американским а со вторым там уже в смысле с вас на им уже было бы там индийским не не вижу а если уже last name индийской тоже first name тоже будет индийской и девочки и мальчики там без этого всего так что в общем не сказал конкретно чё с этим делать но просто как бы порассуждал на тему потому что конкретного ответа у меня нет и быть не может это ваша семья это ваша традиция это ваши отношения и в общем если бы мой отец например не хотел бы чтобы я там менял что-то с именем и тогда я бы не стал то есть вот как бы моё отношение к моему отцу такое что понимая что он как бы может быть и не современен и может быть я что-то лучше знаю там или что-то такое но но я бы не стал его огорчать в таком плане вот вот собственно и все то есть я так думаю то есть я я его огорчал во многих планах к сожалению а грешен и как бы у нас постоянно были какие-то расхождения по мелочи мы у нас очень дружная семья очень любящая была семья но я как всякие искать всякая поросль значит огорчал и те кто постарше но я бы наверное не стал если это не связано с угрозой жизни там или я не знаю там чего-то выживание и так далее хотя мой отец абсолютно не переживал его совершенно эта часть не интересовала надо сказать что вот он как-то абсолютно был далек наверное потому что вокруг него все люди так легко меняли имена и и отчество и в бог знает что не только там не меняли это было настолько настолько общепринято вот в поколении над над нами что наверное бы он и не возражал вот у него у него абсолютно не было никакой такой ну как сказать родовой такой привязанности к фамилии может у дворян знаете тому князей у графеев может быть для них это как бы кардинально важно я я я очень хорошо могу это представить то есть там династии конечно династические вопросы очень важны для тех кто в рамках этой династии а вы так чё же простой народ счастливо